Открытие новой выставки в Музее спасенной художественной ценности стало событием особым. Вернисаж святые жены предварил неделю жен мироносец и стал продолжением радостных пасхальных торжеств. Задача такой выставки – показать большую духовную историю, рассказать и наглядно показать особый мир православия. Икона – это Евангелие для неграмотных. То есть человек, который не умел читать в древности, он мог вполне соприкоснуться с евангельскими сюжетами, с той духовной истиной, которую передает священное изображение на иконе. Словно наблюдая, со стен на зрителя смотрят святые женские лики. Каждый из них написан с особой любовью, теплотой и мастерством. Выставка собиралась на протяжении нескольких лет. В нее вошли как общеизвестные, так и довольно редкие изображения про матерей, жен мироносец, мучениц первых веков христианства. Есть здесь даже иконы, написанные на Святой горе Афон. Из Брестского женского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы на вернисаж были предоставлены фотографии икон из резницы, а также несколько келейных образов. Всего более 150 экспонатов объединил вернисаж. Наталья Федорова написала в прошлом году икону Ефросиньи Полоцкой. Также дополняют нашу выставку фотографии икон из резницы монастыря, на которых представлены святые, уже просиявшие и в византийские времена, и в наше время, это почти в наше время. Это приведущая Ельзиэка Федоровна, это Блаженная Матурна Московская, Валентина Минская и другие святые. Некоторые экспонаты вернисажа особенно останавливают на себе внимание зрителя. Сложно даже представить, что 200-300 лет назад мастера настолько ювелирно владели кистью и красками и удивительно тонко создавали такие изображения, что рассмотреть отдельные их фрагменты можно лишь с помощью специальных увеличительных стекол. Икона, она глубоко символична, в ней заключается глубина богословия. Здесь представлена икона Пресвятой Богородицы, очень удивительная икона под названием «Похвала Пресвятой Богородицы», на которой есть очень много маленьких сюжетов. Настолько тонкая работа, которая сегодня просто удивляет, это шедевр. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербан, Тодлуговкин, телекомпания «Бук-ТВ».